Барри Алибасов стал героем программы «Пусть говорят» первого канала. Продюсер рассказал о нашумевшем бракосочетании с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и отношении к новоиспеченным падчерицам. Алибасов отметил, что решение жениться на давней возлюбленной пришло ему спонтанно. Барри Каримович сделал предложение Лидии Николаевне за день до регистрации. Ее подруга Вика давно дружит с моим помощником Сергеем. Они решили пожениться. В качестве свидетелей Вика пригласила Лиду, а Сергей пригласил меня. Буквально накануне мы подумали, почему бы нам, собственно говоря, не зарегистрировать отношения, которые длятся 24 года, чтобы два раза не ходить, мы прихватили свои паспорта, сообщил продюсер. Присутствующие в студии гости отметили, что в жизни Алибасова, помимо легендарной актрисы, были и другие женщины, на некоторых из них продюсер даже женился. Барри Каримович с улыбкой сообщил, что нынешняя супруга действительно ревновала его к молодым девчонкам и как-то в пылу страсти чуть не проломила ему голову. «У меня две раны на голове. Я не помню, какая из них Лидина», добавила звезда. Алибасов отметил, что перед свадьбой его избранница чувствовала себя очень плохо. Артистка была разбита новостью о том, что внучка Анна продала подаренную ею квартиру. Позвонила, говорит, а не продала мою квартиру в Санкт-Петербурге. Она узнала это откуда-то из прессы. «Зачем нужно было перечеркивать завещание и передавать в собственность, я не знаю. Но кто-то потолкнул ее к такому решению. Не знаю кто. Ей и так тяжело. Даже ходить не могла, когда узнала. Больше нет у нее ее дома. Она платила за квартиру, свет и все остальное. Счеты аккуратненько складывала. Там весь дом был наполнен антиквариатом. Ничего нет, все исчезло. Отняли одну квартиру. Отняли вторую, рассказал Барри Каримович. По словам продюсера, Федосеева Шукшина жалеет своих наследников, оправдывает даже самые неблагородные их поступки. Барри Каримович заявил, что теперь артистка находится под его защитой, в обиду он ее не даст. «У меня нет материнского чувства к детям, у меня на месте голова, я могу контролировать ситуацию», — рассказала знаменитость. Алибасов отметил, слухи о том, что он и его новоиспеченные супруга не живут вместе, частично правдиво. Иногда он один ночует в своей квартире на Арбате, так как домашние животные, живущие там, требуют внимания и заботы. Продюсер сообщил, что пока он и его жена притираются друг к другу. Как выяснилось, у Алибасовой и Федосеевой Шукшиной разные привычки. Лида решила первую нашу ночь в Финляндии обустроить так, чтобы мне было необыкновенно комфортно, как не было никогда. Легли спать. Она знает, что я теплолюбивое животное, а она эскимоска, любит, когда холод. Пять одеял постелила и под эти пять одеял меня засунула, а сама легла у стенки, холодной сбоку, в одной рубашонке. Я попытался ночью преодолеть эти пять одеял. Образовалась огромная гора. Я всю ночь боролся, чтобы с ней соединиться. Не удалось, сообщил продюсер в беседе с ведущим Дмитрием Борисовым. Субтитры подогнал «Симон»!